Привет всем друзья, это мой новый влог из Тубая, всем доброе утро, я отправляюсь на съемку. Вот Мак 218, 64 этаж, друзья. Привет всем друзья, это мой новый влог из Тубая, всем доброе утро, я отправляюсь на съемку. Вот мы уже на Марине, вон там находится яхт-клуб, один из яхт-клубов, которые размещены на Дубай-Марине, автобусные остановки сюда подвозят туристов. И вообще там очень интересная аллея сделана вдоль всей Марины, но сегодня мы туда не пойдем. Вот как раз Каен Тауэр и еще одна башня рядышком. Сегодня мы пойдем в другое место, в старую Марину, так я ее называю, она находится с другой стороны, пойдем мы по вот этой аллее. Ну и немножко сделаю обзор по тем билдингам, которые находятся рядышком. Друзья, очень много солнца, но я думаю, что не беда и вам все видно. Вот здесь находится Джамейро Лейк Тауэр, что в районе где я живу, здесь находится Марина. И именно вот эти дома, которые вот вы сейчас видите, да, тут их целый комплекс, вот видно два и там еще, они построены здесь в самом начале, да, то есть застройки Дубай-Марины. И очень быстро в них распродались квартиры, буквально за несколько дней. Вот они находятся в самом начале Марины. Высотки, они самые старые, но квартиры в них расступили очень быстро. Это, скорее всего, было где-то в 2000-х еще. Вот, тогда не было кризиса на рынке недвижимости, ну, в принципе, на других рынках Дубая. Поэтому все очень хорошо продавалось. Здесь та часть Марины, которая находится справа от Каен Тауэра, то есть от той башни, которая закручена. Немножко покажу вам окрестности, потому что, ну, в основном, многие блогеры не делают этого. Вот, написано Марина, вон, здесь очень красиво, и там снизу есть фонтанчик, на котором можно очень неплохо провести время. Очень неплохой здесь район, поют птички, вот такие деревья есть. Не только пальмы. Вот, потому что это застройки были еще в начале 2000-х. Вот такие аллеи здесь, очень-очень красиво, вообще это редкость. На желти такого нет, там, если есть, то только пальмы. Вот такие. Очень редко они их повтыкивали, то есть они практически не создают тени, можете посмотреть. Вот пальмы, и тени нету вообще, да, тень падает куда-то оттуда. То есть, по сути, ты идешь на дороге, и тебе просто нереально жарко, печет солнце, но, конечно, больше страдаешь от влажности. Вот продолжается этот комплекс, о котором я говорил. Вот, они застроены в первую очередь, и их очень-очень быстро продали, буквально за несколько дней. Я уже стою на перекрестке, вот МАК-218, Тауэр, и нам нужна вот этот Тауэр, да, вот, который высокий, с пикой наверху. Направляемся прямо к нему. Мы снимаем очень известную модель, которую я прикреплю снизу, вы сможете перейти, посмотреть некоторые фоточки, но уже на локации я буду показывать некоторые моменты, потому что времени очень мало. Вот, мы еще сегодня в офисе на обработку фотографий. У нас вот здесь такой вид отсюда, еще его немножко позже покажу. Ну и сейчас будем продолжать еще внутри, и потом будем уже выходить на улицу и снимать здесь, на балконе. Вот здесь находится такой балкончик, и вот там немножко дальше мы уже видим, вид на пальму. И на корабли, которые находятся рядом с фейерманом, там, отельом, вот здесь. Здесь где-то фейерман находится, и дальше пошли веточки, вот там Адлантис видно, вот здесь. Очень неплохой вид, вся марина как на ладони. Друзья, этот пентхаус двухуровневый, и здесь есть даже лифт, да, вот этот, который поднимает вот туда наверх. Очень удобно подниматься в спальню на лифте. 64-й этаж, друзья. Вот такой офигенный вид открывается на Губай Марину, на Палм Джумейру, на все отели. Вот новенький Файв, который построили. Вот, и как бы очень высоко для тех, кто хочет посмотреть на лифте. Я думаю, что реально высоко, Каен Тауэр там находится за этими домами. Очень крутой вид, особенно вот здесь. Прям все GLT видно. Ну и пока модель переодевается, я вам покажу то, что мы уже наснимали. Это такая лайфстайл-съемка для Инстаграма. Ну и пошла улица. Там, конечно, пересвет идет, но я уверен, потом вытяну информацию с бэкграунда. Вот эти очень классные, да, такой прямо балкон огромный. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень уютный уголок, это, скорее всего, обеденный столб. Это кухня. Я решил пойти через Марину, чтобы показать вам немножко пристань, персиахтами и вообще, что там происходит, потому что я реально там не был уже более чем бог. Ну и вот мы приближаемся к, наверное, самому сердцу Дубая. Если не считать сердцем Даунтаун, центр города, то вот у нас есть такая Марина. Вот у нас Кайен Тауэр. Вот это она Чик. Просто нереально жарко, друзья, температура поднялась до 35 на Солнце. Получается, слева от меня находится Мол. Давайте еще раз подойдем поближе к яхтам. Их очень много. Сейчас, наверное, редко кто на них плавает, поэтому можно наслаждаться вот таким видом. Вот это Grosswinner House. Это отель. Вот эта башня. И вот это, это резидентская башня. Если я не ошибаюсь. То есть, там можно снять номер, а также можно иметь свою резиденцию. Ну и постепенно, идя по этой пристани, мы приближаемся к фонтанчику, о котором я вам рассказывал. Он очень нравится детям. И обычно осенью, весной, зимой здесь очень много родителей с детьми, которые приводят их наслаждаться водой. Потому что вообще в Дубае много везде фонтанов. И при отелях, и при больших жилых комплексах они любят воду. И считается у них, что вода это источник жизни. Поэтому ее должно быть много. И это очень-очень круто, если есть фонтанчик или небольшой бассейн. Вот такой круиз можно заказать здесь. И, естественно, посетить его здесь. Вот этому пирсу. Но пока здесь только яхты. Я не вижу этого кораблика. Он очень такой аутентичный, ориентальный, восточный. И, мне кажется, на нем было бы интересно покататься, в отличие от обычных яхт. Ну, это я говорю обычных. На самом деле они необычные. Еще немного этого замечательного вида. И будем передвигаться в сторону метро. Потому что нужно покидать марину, ехать на GLT. И дальше я покажу немного свой район, в котором я сейчас живу. Если раньше это был Аль-Барша, возле Молл-Земерис. То есть сейчас это GLT, который находится по соседству с Мариной. И оно, в принципе, очень похоже на Дубай-Марину, на вот этот район, который вы видите сзади меня. Но фишка в том, что он более спокойный. Там меньше туристов. Там нету канала, но есть озера. И еще, ну, в принципе, инфраструктура там ничем не отличается. Просто там спокойнее, тише. И мне там очень нравится. Обычно вот эта площадь, она вечером, осенью или весной забита людьми. Вот здесь постоянно много людей ходит, через которых иногда очень сложно пройти. Потому что все фоткаются на вот этом замечательном виде. Я думаю, приехать в Дубай и не сфоткаться на этом виде, это, конечно, неправильно. Но, тем не менее, сейчас здесь очень свободно, спокойно, но жарко. Двигаемся в сторону метро. Ну, а вот эти здания, о которых я говорил сначала. Это целый комплекс зданий. Они выходят вон, вон, прямо туда. Естественно, если вы можете рассмотреть, здесь окна в пол, балкончики. Очень неплохая планировка, угловые в основном все квартиры. И они были построены на Марине в первую очередь. Постепенно вы можете уже видеть станцию метро и за ней GLT. Вот этот весь район, который ходит туда. Это GLT, Jumeirah Lake Towers, потому что там озера. Их несколько. И вокруг они украшены домами. Очень-очень комфортное место для жизни, особенно для семей. Ребята, если у вас есть какие-то вопросы по поводу Дубая, по поводу Америки, можете их, конечно, задавать. Я на них отвечу в следующих выпусках, если они интересны. Также, если вы хотите, чтобы я посетил какие-то интересные места в Дубае, напишите мне об этом. Друзья, ну вот я, как и обещал, показываю территорию, которая находится возле моего билдинга. Возле Коу Тауэра это озеро. Это самая главная достопримечательность. Оно просто огромное. Пошел я на другую сторону, чтобы было вам лучше видно Альмаз Тауэр. Вот это башня. Офисное здание. Здесь находятся кафешки и спа-салоны. Вот вы можете видеть в эриске. Вон там находится детский сад. Здесь находится маркет. То есть все, в принципе, в доступной зоне. До работы мне буквально 8 минут. Можно перейти эту дорогу и я буду в офисе. Поэтому расположение очень крутое. Я очень доволен. В прошлый раз я жил под своей работой на острове 3-х километров. Это просто нереально. Преодолеть пешком приходилось ездить на такси. Поэтому всем советую. Живите рядом со своей работой или с местом учебы. Это очень круто. Вы будете экономить время, силы и потом инвестировать его в спорт или же в то, что вам нравятся. В какие-то ваши хобби. Кто-то ездит на велосипедах. Ну, а многие филиппинцы ходят вот под такими зонтиками, потому что солнце очень печет. И это единственная тень, которая может спасти усталого путника в Дубае. Пока я в тени возле трассы покажу вам противоположную сторону GLT. Вот переходя через такую дорогу, через вот такой переход, мы окажемся на другой стороне. Вот эти все билдинги относятся, получается, к левой стороне GLT. Там есть и офисные билдинги, но вот эти в основном жилые, отели. И это, получается, вторая сторона этого района. Ну, вот мы перешли на противоположную сторону. Здесь мы можем видеть небольшой парк, зеленый газон, площадку для баскетбола, если я не ошибаюсь. Ну, и далее тоже небольшой парк с деревьями, с пальмами. Вот, для того, чтобы отдыхали жители вот этой части GLT, которая находится перед вами в данный момент. На месте всегда пробка, потому что здесь есть светофор, когда очень много людей в час пика, около 60 часов вечера, едут с этой части GLT, с офисных зданий, которые расположены здесь, то здесь очень большая пробка, потому что это единственный выезд на Шейзайт Роад, то есть на ту дорогу, которая ведет в Абу-Даби или же в Эмирад-Шаджу. Субтитры сделал DimaTorzok